А кем вы считаете меня? Иисус однажды задал этот вопрос своим ученикам. А кем вы считаете меня? Пророком с новым учением? Целителем для больных? Спасителем для потерянного мира? Иисус был назван каждым из этих имен. Но самое важное, Он являлся Богом во плоти. На заре времен Он зажег историю человечества Своим Словом. Он вдохнул жизнь в легкие первых мужчины и женщины. И в каждый сантиметр творения. Но мы взбунтовались. Мы восстали против нашего Царя и пошли своим путем. Несмотря на то, что это стоило нам жизни. Наш грех отравил Его совершенное творение, породив болезни, несправедливость и смерть. Грех отделил нас друг от друга и от Бога. Но вместо того, чтобы отвергнуть человечество, Бог послал Своего Сына Иисуса прийти в созданный им мир. Мир, разрушенный нашим грехом. Он дышал нашим воздухом. Стал таким же человеком, как мы. Он прожил совершенную жизнь. Такую, какой Бог предназначил жить нам. И призвал нас покаяться в наших грехах. И следовать за Ним в вере. Некоторые поверили Его Слову и признали Его Царем. Другие отреклись от Него. Они увенчали Его терниями и убили Его. Они отвергли Его, и мы тоже. Но у Бога был план. Иисус добровольно отдал Себя на смерть на кресте, чтобы спасти нас от Божьего суда и смерти, которую мы заслуживаем. На этом кресте Он обменял наш бунт на Своё послушание, нашу сломленность на Своё совершенство. Сын Божий умер, чтобы мы могли жить. И на третий день Он воскрес к жизни, навсегда победив смерть. И теперь Он восседает на троне на небесах, предлагая жизнь через Святого Духа всем тем, кто покается и поверит в Него. Иисус, Царь Царей. Вы можете либо короновать Его, либо распять. Середины нет. Никто никогда не задаст вам более важного вопроса, чем тот, который задал Иисус. Кем вы считаете меня? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok